Весенний Берлин утопал в цветущих яблонях в городском парке, где даже в военное время поддерживался идеальный порядок. На скамейке у круда сидел группенфюрер С.С. Мюллер. Он расстегнул верхнюю пуговицу кителя и, нарушая собственные правила, позволил себе эту маленькую слабость кормить лебедей. Утренний туман еще стерился над водой, превращая вычертания деревьев на другом берегу в размытые силуэты. Где-то вдовеке куранты пробили семь часов. Удивительно, подумал Мюллер, всю жизнь стремился управлять людьми, а сейчас получаю удовольствие от кормления птиц. Штирлиц появился неожиданно, словно материализовался из утреннего тумана. В руках он держал свежий номер в Эль-Кешер-Гео-Бахтермане пальто, угадывался небольшой сверток. Доброе утро, группенфюрер. Не ожидал встретить вас здесь в той ранней час, произнес Штирлиц, присаживаясь на скамейку. А я не ожидал, что буду сидеть здесь и кормить лебедей, усмехнулся. Мюллер, знаете, Штирлиц, в последнее время меня преследуют странные мысли. О чем же? Поинтересовался Штирлиц, разворачивая газету. Все думаю о том, как странно устроен мир. Каждый мечтает его изменить, перевернуть с ног на голову, оставить свой след в истории. А я вот третий день встаю на час раньше и прихожу сюда. И знаете что? Это оказалось сложнее, чем руководить отделом. Лебеди подплыли ближе. Ожидая очередную порцию хлебных крошек, Мюллер достал из кармана пакетик с печеньем. Я тоже пытаюсь измениться. Неожиданно, произнес Штирлиц, вчера впервые за 20 лет пошел другой дорогой на работу. И что изменилось? Обнаружил, что булочная фрау Марты работает на час раньше, чем я думал. А в переулке за церковью открылась новая явочная квартира русских. Мюллер потолхнул за кофе, который потягивал из термоса. Штирлиц, вы даже в процессе самосовершенства не умудряетесь вести разведку. Профессиональная деформация. Крупенфюрер, кстати, вы заметили, что ваш садовник перестал подстерегать живую изгородь симметрично. Заметил, стахнул Мюллер. И знаете что? Впервые в жизни решил не делать ему замечания. Пусть растет как растет. Может в этой асимметрии есть какой-то высший смысл. Мимо пробежала стайка воробьев. Бесцеремонно осталкивая важных лебедей. Штирлиц молча достал из кармана свой сверток. Там оказались свежие булочки с маком от фрау Марты. Вот мы все говорим об изменениях. Продолжил Мюллер, принимая угощения. А помните того философа, которого допрашивали на прошлой неделе? Который все твердил о том, что нельзя дважды войти в одну реку. Именно я тогда просчитал его сумасшедшим. А сегодня утром поймал себя на мысли, что он прав. Вот смотрите. Каждое утро я прихожу к этому пруду. Но он уже не тот, что вчера. И лебеди те же. Но уже другие. И мы с вами. Грубенфюрер, вы становитесь похожи на того философа. Заметил Штирлиц, скармливая кусочек булочки, особенно настойчивому лебедю. Возможно. А знаете, что самое удивительное? Раньше такой разговор показался бы мне подозрительным. Я бы непременно заподозрил в нем скрытый смысл. Политический подтекст. А сейчас? Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Налее показалась фигура бармана. Он выгуливал свою овчарку, делая вид, что не замечает сидящих. У пруда собака потянула его в сторону уток, но барман натянул поводок. Вот барман, например, тихо продолжил Мюллер. Третью неделю ходит в разных носках, думает, никто не замечает его маленький бунт. А я заметил, и знаете, что впервые не написал об этом рапорт. Может быть, в этом и есть настоящие перемены. Задумчиво произнес Штирлиц не в громких манифестах и революциях, а в способности принять чужие разные носки. Туман постепенно рассеивался на другом берегу пруда. Показалась группа молодых курсантов, совершающих утреннюю пробежку. Их командир выкрикивал что-то о величии и мировом господстве. «Я тоже таким был», — усмехнулся Мюллер. «Все хотел изменить мир, построить новый порядок, а теперь главная победа. Это когда удается не проверить почту перед сном, и как успехи. Вчера продержался до десяти вечера, потом все-таки проверил, но уже без того фанатичного блеска в глазах». Штирлиц сложил газету, на первой полосе кричал заголовок о предыдущих великих переменах. «Знаете, крупный фюрер, а ведь мы с вами сейчас говорим по-русски». «Как бы, между прочим, заметил он». Мюллер замер с поднятой рукой, в которой держал последний кусочек булочки действительно. «А я тут думаю, почему птицы так понимающе кивают, а может, это и есть настоящие перемены». Философски заметил Штирлиц. «Когда перестаешь замечать, на каком языке говоришь, какие носки носит Борман и как подстрижены кусты». В этот момент на аллее появилась фрау Заурих со своей прихрамывающей таксой. Собака принюхалась к булочным крошкам и посмотрела на хозяев умоляющим взглядом. «Помню, раньше я бы непременно поинтересовался, почему собака хромает», произнес Мюллер, составил бы досье на ветеринара, проверил бы всю родословную таксу до третьего колена. «А сейчас, а сейчас, думаю, может, она просто натерла лапу, и знаете что, от этой мысли мир не рухнул». Солнце поднималось все выше, пробиваясь сквозь кроны деревьев. Где-то вдалеке зазвучала шарманка, старый Курт снова вышел на свой ежедневный промысел. Вот Курт кивнул в сторону музыки Мюллер, играет одни и те же мелодии 20 лет. Я раньше считал это подозрительным постоянством, а теперь, думаю, может, в этом и есть какая-то высшая гармония. В чем же? В том, что среди всеобщего хаоса и желания перевернуть мир, есть что-то неизменное старая шарманка, хромая такса, кривые кусты. И это как-то успокаивает. Штирлиц достал из кармана карманные часы. Подарок швейцарского часовщика, чье досье лежало где-то в сейфе у Мюллера. Через полчаса начнется совещание у Эйвсфюлера. Заметил он. «Будете докладывать о переменах в настроениях перлинского общества». Мюллер задумчиво посмотрел на последние крошки в своей ладони. «Знаете, Штирлиц, впервые за 30 лет службы я подумываю пропустить совещание. Вы, Штирлиц, едва сдержал удивление. Тот самый Мюллер, который однажды пришел на доклад с температурой 40. Именно хочу посмотреть, изменится ли мир, если я просто просижу здесь еще час». В этот момент на аллее появился запахавшийся адъютант Мюллера. «Группенфюрер, наконец-то я вас нашел. Там это чрезвычайное происшествие, что на этот раз спокойно поинтересовался Мюллер, не поворачивая головой снова русские десантники в районе подстамок. Нет, хуже, барман. Он сегодня пришел в одинаковых носках». Мюллер и Штирлиц переглянулись и неожиданно для себя рассмеялись. «Передайте барману». Сквозь смех произнес Мюллер, что его внутренняя революция закончилась контрреволюцией, и это «принесите нам еще кофе с булочками». Адъютант состыл с открытым ртом «Группенфюрер, СС Мюллер». Крозак из ста просидел на скамейке, кормил лебедей и смеялся, мир определенно менялся. «А вы знаете», — продолжил Мюллер, когда Адъютант скрылся из виду. «Я, кажется, понял, в чем была наша главная ошибка. И в чем же?» Поинтересовался Штирлиц, наблюдая, как последний кусочек булочки исчезает в клюи самого настырного лебедя. «Мы все хотели изменить мир снаружи, строили планы, чертили схемы, писали директивы. А настоящие перемены начинаются здесь». Мюллер постучал себя по груди, как-то перестаешь бояться быть другим. «Даже если это противоречит уставу», — уточнил Штирлиц едва заметной усмешкой. «Особенно если это противоречит уставу, знаете, что я сделаю сегодня вечером. Проверите почту. Нет, пойду домой пешком другой дорогой. И, может быть, даже куплю себе носки разного цвета». «Солнце уже поднялось высоко, и туман окончательно рассеялся. Шарманка Курта играла что-то удивительно веселое. А так со фраузой у них, кажется, уже не хромало. «Велите группенфюрер», — напомнил Штирлиц совещание у Ривсфюрера. «Да, пожалуй, Мюллер поднялся со скамейки. Только знайте что. Я сегодня не буду докладывать о подозрительных элементах и диверсантах. Расскажу о том, как прекрасно цветут яблони в парке. Вас могут не понять. А я и не прошу понимания. Я просто меняюсь». «Они шли по аллее, и отствовавшились тело под их ногами два человека, которые привыкли менять судьбы других, но только сейчас начали менять себя. Кстати, Штирлиц, вдруг остановился Мюллер. А вы заметили, что мы все еще говорим по-русски? Конечно, но разве это важно? Уже нет», — улыбнулся Мюллер. «Совершенно неважно». И они продолжили свой путь к кабинетам, докладам и совещаниям. Но что-то неумовимо изменилось в их походке, словно груст многолетних условностей стал чуть легче. А у пруда остались лебеди, которые еще долго провожали взглядами этих странных людей, научившихся главному начинать большие перемены с малого, с улыбки, с другой дороги на работу, с разных носков и скормления птиц. Говорят, с тех пор Мюллер каждое утро приходил к труду и даже в самые трудные дни находил время для того, чтобы покормить лебедей, подумать о том, как меняя себя, незаметно меняешь весь мир.